Девушки отдыхают 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 Локомотива и Урала в финале Кубка России также было и в 2017 году, но только в Сочи и со счетом 2-0 тогда. Сейчас, Андрей, что мы выделим по матчу? Что стало решающим? Какие вещи стали ключевыми? Ну, стало ключевой, мне кажется, первый тайм. Игроки Урала выглядели не так ярко, пассивно. Во втором, наоборот, они прибавили, стали играть агрессивнее, смело идти в атаку. И оказалось, что можно слогко играть, но этого было недостаточно только сделать в одном тайме. А Локомотив реализовал свое преимущество, забил хороший классный гол, еще несколько возможностей имел, в которых не смог забить. Но в целом, я думаю, Локомотив был чуть-чуть посильнее, поопытнее, по мастеровите, поэтому он все не победил. Итак, Локомотив идет через год. Победа сейчас. До этого кубок завоевал Тосна, до этого 17-й год. Снова победа Локомотива. Перед этим была победа Зенита в кубке и 15-й год тоже Локомотив. То есть, в принципе, мы говорим о том, что за 5 лет Локомотив завоевал 3 трофея. Отличный результат. Ну и вот мы еще раз видели победный гол в исполнении Дмитрия Баринова. Ну а сейчас тут же отправляемся на поле посредством интервью, которое я уже готов взять, Михаил Поленов. Да, все так, Михаил Луцов рядом со мной. Михаил, первые эмоции, впечатления от победы в кубке. Мы очень сейчас счастливы, потому что очень много сил отдали и просто рады за проделанную работу. Много раз нам было тяжело по пути к этому кубку, но мы справились со всем и заслуженно, я считаю, победили. По сравнению с тем, как складывалась первая часть чемпионата, вторая пошла совсем по-другому. Нет ощущения, что могли больше в этом сезоне и чемпионами стать тоже? Есть, конечно, ощущения. Были у нас в этом сезоне много ничей ненужных, которых мы должны были забирать очки. И поэтому, если бы, я думаю, мы забрали эти очки, мы бы боролись за чемпионство до конца. Что сегодня в начале второго тайма произошло, когда Локомотив, кажется, немножко прижался к воротам, отошел от собственной игры? Ну, я думаю, это связано с графиком. Большинство игроков, кто играл все 90 минут, через каждые три дня уже под конец, уже силы заканчиваются. Поэтому последние 40-45 минут им было тяжеловато. Это был ваш главный, самый важный матч в Локомотиве? Да, я думаю, да. Спасибо большое. С победой. Спасибо. Спасибо большое Михаилу Поленову, Михаилу Лысову. Поздравления. Мы видим, что были заготовлены футболки. Это наша история на груди игроков Локомотива. Это не считается дурной приметой еще до финальной игры готовить вот такие вещи? Ну, так или иначе, я думаю, обе команды заготовили такие футболки. Это нужно делать, потому что, а когда еще? Потом времени просто не будет. Кто просто проигрывает, потом этой команде не показывает, что было заготовлено и приготовлено. Весь удар берут на себя администраторы. Михаил Поленов, еще раз просим его вернуться в эфир. И собеседник у Миши уже готов. Да, рядом со мной Дмитрий Тарасов. Дим, поздравляю с победой в Кубке. Какие эмоции? Мы понимаем, что в трофей едет в паковку. За этим мы сюда и приехали, за этим мы бились весь турнир. Поэтому мы свою задачу выполнили. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживал нас. Спасибо моей семье, которая дома смотрела и болела. Скоро приеду домой. Так получилось, что вы не первый раз в чемпионате и теперь в Кубке выходите в самый такой сложный момент, когда, кажется, игра уходит у локомотива и все меняется. За счет чего это происходит? Ну, выполняю установку тренера. Тренеру виднее, что делать. И сегодня я считаю, что тоже справился с задачей. Раз мы выиграли, значит, я вышел и сделал то, что от меня требовалось. Вы по количеству побед в Кубке обошли ЦСКА, стали единоличным лидером в российском футболе. Знали об этом? Нет, до этого, ну, я, может, где-то в прессе писали, но я не читал до игры. Спасибо большое, с победой. Дмитрий Тарасов был в нашем эфире только что. Туда на поле еще не раз вернемся. Пока же констатируем, что путь у Локомотива получился действительно непростым. В полуфинале прошли Ростов, до этого был Рубин. Он, может быть, не топ-клуба сейчас по меркам нашего футбола, но серии получились очень напряженные. Ну, вот с Ростовом, да, получилось хорошее противостояние. Честно, перед второй игрой я считал, что Ростов фаворит, потому что голевая ничья им позволяла сыграть на ноле. Играли дома. А Ростов умеет играть в обороне. Но Локомотив, видите, проявил свое лучшее качество, как кубковый боец. Недаром они десятый раз стали чемпионами и доказали, что кубковая команда. Это шестой кубок для Юрия Павловича Семина. Шестой кубок России. Еще успеем это обсудить. Пока давайте Михаилу Поленову слово вернем. Пока все-таки главные участники этого действия, обладатели кубка России, важнее, чем наше рассуждение. А мы снова на поле. И теперь рядом со мной Федор Сволов. Федя, что для вас этот кубок? Ну, пока что умом я понимаю, что это то, чего я хотел. Но эмоционально не могу ощутить, потому что очень сильно устал. И, в принципе, все эмоции оставил на поле. Урал для вас не чужая команда. Вы там провели важные годы карьеры. Сегодня это было в голове как-то? Да нет, на самом деле не было. Потому что у меня единственное, что было в голове, то, что мы в этом сезоне Урал не обыгрывали еще. И как раз-таки нам предоставилась возможность вот этот матч в финале победить их и, соответственно, завоевать трофеи. Вы счастливы сегодня? Да, конечно, я счастлив. Почему не забили? Ну, почему не забил? Не попал в ворота. Как я одетку, не знаю. Спасибо. С победой, Федор Смолов. Ну, мне кажется, нам трудно уже будет что-то анализировать, потому что это лучшая аналитика. Почему не забил, не попал в ворота? Трудно спорить. Да, логично все. У Андрея Шамина ведь тоже были эпизоды, когда можно было объяснить так промах. Ну, любой промах так можно объяснить. Если мяч в воротах, то это гол. Если мимо, значит, ну, не забил. Вот и все. Железобетонная логика. Итак, Юрий Паут Шамин становится шестикратным обладателем Кубка России. Две и три партенов тоже могут установить сегодня достижения, став первым тренером, который стал два раза подряд обладателем Кубка России, но с разными командами. Но сегодня торжествует Юрий Семин и его клуб. Андрей, если мы говорим про фигуру главного тренера, мы можем говорить про какой-то суммарный накопительный опыт именно в кубковых соревнованиях? И сегодня это как-то проявилось? Ну, конечно, да. Во-первых, Локомотив еще в начале нулевых славился бойцовским характером и выигрывал Кубки. Юрий Палыч это все знает, он воспитывает это в игроках, поэтому он шестикратный. Но он мэтр нашего цеха тренерского, что можно сказать? Он молодец. А проявилось это так, что Локомотив забил гол, и во втором тайме видели спокойно, отыграл в обороне без особых ляпов, да, напряжение было, но за счет опыта, спокойствия все нейтрализовали и имели шансы, когда же Малединов мог тоже забить. Вот этот характер, про который вы говорите, эти бойцовские качества, это как раз и важно, когда ты играешь здесь и сейчас, а не на дистанции? Конечно, этим кубок всегда интересен зрителям, что в одной игре может произойти все, что угодно, и кубок всегда опасен для фаворитов, потому что их может любая команда обыграть, но чтобы это ни произошло, надо выходить в команде, которая более сильнее по статусу, всегда готовой. Сегодня, так или иначе, фаворит победил, а мы снова отправляемся на поле. Там продолжается празднование, и там продолжает работать Михаил Полянов. Да, рядом со мной теперь Брайан Идову. Брайан, расскажите, что это за чувства, когда только что выиграли Кубок России? Ну, для меня это впервые, как бы, и для меня это особенный момент, потому что, в принципе, Кубок – это единственный как раз трофей, который, в принципе, реально было выиграть в моем прошлом клубе. И, наконец-то, как бы, это получилось, и я очень счастлив, и тем более выиграть еще десятый бирейный для команды, для болельщиков. Многое что значит, и, как бы, мой лучший друг приехал тоже меня поддержать. Много друзей, как бы, и говорили, давай, вот он твой шанс, наконец-то взять трофей. И, получается, первая попытка реально получилась. Я это очень доволен и очень счастлив. Вы сегодня провели великолепный первый тайм, потому что закрыли практически полностью Эль-Кабира. За счет чего это произошло? Какая вообще была установка на этот матч? В принципе, лично у меня была, как бы, понятное дело, по возможности подключаться, когда есть моменты, но, понятное дело, в первую очередь, я защитник подъездного обороны. И, в принципе, как бы, в чемпионате игра тоже помогла, потому что там моментами, да, он меня обыгрывал, между ног прокидывал, и я, как бы, ждал от него уже всего этого, и в первом тайме получилось, да, его реально, как бы, можно сказать, перекусить, перекрыть ему вот это движение и все. Во втором у него, именно, он уже больше не старался туда обыгрывать, именно больше он подходил под себя и подавал. В принципе, тоже такой момент, как бы, опасный, но, в принципе, именно не получалось у него не обыгрывать, сегодня я был реально настроен, и, как бы, я знал, как он будет играть, как он играет, поэтому мне удалось, как бы, в любом случае, как-то с ним вот так удержать. Вы можете сказать, что сегодня самый главный день вашей футбольной карьеры? Ну, да, основной, он самый, кстати, важный матч для меня, как бы, в принципе, сравнимый, думаю, с чемпионатом мира, матч с Аргентиной, но, как бы, этот, и он, в случае, поважнее, потому что это был за титул, и, как бы, в принципе, хотелось, да, наконец-то, играть трофей. Спасибо большое, с победой. Брайан Эдову в нашем эфире был только что под проливным дождем. Два петербуржца, Брайан Эдову и Михаил Поленок. Здесь третий петербуржец, Андрей Аршавин. Тем временем, вы видите, здесь в Самаре зарядил серьезный дождь. Ну, нам не привыкать, мы мокли. Не знаю, я хочу домой на сенитарену, где есть крыши. Ну, там нас поливало тоже, и с крыши, и без дождя, но, тем не менее, тоже были мокрые. Ну, ладно, начинается церемония награждения. У нее теперь своеобразный аккомпанемент в виде самарского дождя, но, конечно, эмоциям это не помешает. Ну, и вы видите, Александр Дюков, президент РПС, Сергей Пряткин, президент Российской премьер-лиги награждают судей, после чего произойдет непосредственно награждение команды. Ну, и прямо сейчас, друзья, интервью тренера-победителя Юрий Павлович Семин становится шестикратным обладателем Кубка России. Слово Михаила Поленова. Да, Юрий Павлович Семин, главный тренер локомотива в окружении братьев Миранчуков. Можно загадать желание. Какое желание загадали бы сегодня? Желание выиграть следующую игру. Вот так скромно? Конечно. У нас следующая игра, вот, 26-го, надо ее выиграть очень. Юрий Павлович, после вашего возвращения локомотив берет кубок, становится чемпионом и снова берет кубок. Какая команда сильнее? Вот та, которую вы сейчас руководите или в начале нулевых? Хороший гильд. Каждая команда по-своему сильна. Самое главное, что эти ребята играют ради вот этих болельщиков, они приносят, они главные действующие лица на футбольном поле. Потому что, когда они вышли из раздевалки, они все решают, не мы. Мы только можем корректировать какие-то моменты. Они молодцы. Сегодня тяжелый матч был. Тяжелый, потому что мы не забили свои голы, мы не увеличили преимущество. И концовка была для нас очень сложная. Но устояли. Спасибо еще раз. Поздравляю вас с победой. Антон, два слова, мы не уходим из прямого эфира. Самый главный вопрос, какие эмоции сейчас от победы? На самом деле, уже это третий кубок. Уже такие спокойные, но внутри где-то очень приятно. И очень тяжелая игра. И всегда приятно иметь, выиграть трофеи. Поэтому это в любом случае плюс большой для Локомотива. Это второй финал между этими командами за два года. Вспоминали первую игру. Там было весело? Было весело. Но в той игре я не играл, поэтому... Ну, я только с лавки смотрел. А сейчас было в игре. Поэтому финал это в любом случае интересно и весело. Что скажете сегодня по тому, как складывался матч? Потому что первый тайм был просто близкий к идеальному и могло быть больше, чем 1-0. А во втором Урал игру переломил. Ну, мы забили свой. Это психология, наверное. Урал полетел. Это финал, один матч. Нечего терять. Но при этом понимали, что в принципе Урал будет опасен только на стандартах. Поэтому старались в одном тайме меньше делать стандартов. Ну, где-то не получалось. Но в любом случае понимали, что стандарты играют ключевую роль. Последний вопрос. Вы травму получили не помешает сыграть за сборную? Сейчас тяжело сказать что-то. Надо с врачами советоваться уже. А что повредили? Галина Сок. Вы выздоравливаете? Спасибо большое. Мы вас ждем в сборной. Антон Миранчук после победы Локомотива в финале Кубка. Скорейшего поздравления Антону Миранчуку. Мы видели этот эпизод. Эпизод, в результате которого Миранчук был заменен на Тарасова. Ну, а сейчас в какой-то степени торжественный момент для футболистов, тренеров, руководителей Урала. Но понятно, что с грустью сейчас поднимаются за этими медалями футболисты и руководители, тренеры Екатеринбургского клуба. Что чувствуют футболисты, тренеры, которые идут только за серебром? Тем более в Кубке это даже не совсем медали. Это жетоны памятные. Ну, конечно, расстроены грудь, что упустили такой шанс. Тем более для Урала маленькой команды победа в Кубке была бы венцом всего. И это были бы Еврокубки. А пока Дмитрий Баринов отправляется на предистал почета для награждения автор единственного гола в сегодняшней встрече. Человек, который принес локомотиву 10-й Кубок страны. И он получает приз лучшему игроку финала. Ну, заслуженно считаю. Он не только забил, но и участвовал в том, что почищал о грехе в обороне. Он молодец вообще. В течение этого сезона он сделал огромный шаг вперед. Он пускай растет. И, надеюсь, он станет ключевым игроком сборной России. Вы это слышите. И это объявление диктора, по сути, призыв для игроков локомотива пройти на пьедестал. Для того, чтобы сначала получить золотые медали за победу в Кубке. Ну, а потом и сам Кубок. Василий Кикнадзе руководитель локомотива. Глава клуба. Ну, и, конечно же, соответствующая мелодия. Не пора песню поменять. Андрей, не надоело? Или для футболистов это лучший бальзам? Нет, ну, конечно, все уже привыкли. Не надо ничего менять. В этой песне все сказано. Мне кажется, коротко и ясно. Итак, игроки локомотива по одному. Получают золотые медали. Пройден в полуфинале футбольник у Простов. До этого в четвертьфинале Рубин. У Урала тоже был тяжелый путь. Тяжелые матчи в полуфинале с Тульским Арсеналом, который тоже очень хотел оказаться здесь, в Самаре. До этого в четвертьфинале был пройден Спартак. Но локомотив Урал, так же, как и в 2017 году, пройти не сумел. Ну, что ж, история повторилась. Но, что хочется отметить, сегодня не было ни скандалов, ни драк. Оба соперника уважали друг друга и в честной борьбе выявили победителя. Да, при этом Урал в концовке приложил максимум усилий для того, чтобы счет сравнять. Команда постаралась сделать навал на ворота Маринато Гильерме. Но локомотив отбился, и теперь именно футболисты из Москвы поднимаются на пьедестал для того, чтобы из рук президента РФС, президента Российской футбольной премьер-лиги получить медали за победу в Кубке страны. Опять же, это уже десятая победа в Кубке страны для локомотива. Два Кубка Советского Союза. Ну, и вот теперь восьмая победа в Кубке России по футболу. Фантастические цифры. Конечно, да. Ну, что еще сказать-то? Молодцы, молодцы. Завидуете, Андрей? Ну, конечно, как не обладатель только одного национального Кубка, это Кубка Казахстана, конечно, немножко завидую. Тоже почетный Кубок России. Тоже хотелось завоевать Кубок России, но не довелось. Даже когда я завоевал Кубок премьер-лиги, я и то ни одной игры не провел. Давайте послушаем пока, что происходит здесь на пьедестале. Ничего нового. Поздравляю с победой. Спасибо. Было бы за что. Совсем скоро торжественный момент. Футболисты локомотива готовы, готовы уже поднять Кубок. Остались буквально секунды до того, как это произойдет. Но и они ждут, конечно же, болельщики локомотива. Локомотива 4,5 тысячи билетов только официально через клуб. Были переданы болельщикам локомотива, проданы, называем вещь своими именами. Но также, конечно, много болельщиков Лока приехало из самых разных городов сюда. И занимали они места уже на центральных трибунах Самара-арены. Вообще отличная посещаемость. Аншлага мы все-таки не дождались, но атмосфера была отличной. Да, ну все равно 30 сколько, 8 тысяч пришло. Я считаю, это нормальный результат. В Москве наверняка было бы меньше. Поэтому хорошо, что Кубок России разыгрывается в наших регионах. И хочется, чтобы и дальше регионы видели вот такие матчи. И хочется, чтобы и дальше в самых разных городах, и в том числе в тех, где нету матчей Российской премьер-лиги, продолжали проводить финалы Кубка России. А сейчас молчание, тишина. Послушаем эмоции стадиона. Заветный Кубок будет передан капитану Калакова. Заветный Кубок! Заветный Кубок! От чемпионата России. А там борьба продолжается. Там очень плотно турнирные таблицы. И самое главное, сегодня определился обладатель Кубка России 2019 года. Юрий Павлович работает под девизом «Не год по строфею». Да? Да, так и происходит. Ну, а сам «Локомотив», мы это уже понимаем, сыграет в Лиге чемпионов в следующем году. Хотя остается вопрос. Напрямую, за второго места туда пройдет «Локомотив». И нужно будет сыграть матчи квалификации. Поэтому после этого празднования, конечно же, «Локомотив» будет еще важнейшая игра 30-го уровня. «Локомотив» и «Локомотив» 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 Он не сыграл сегодня, равно как и Джефферсон Парпан, равно как и Бенедикт Хеведес, но и Дмитрий Баринов. Еще раз отмечаем, именно его гол стал сегодня для локомотива золотым. Что сказать? Ну да, стал. Андрей, у вас на все готов великолепный ответ.